Я не знаю, чем думает этот претар Буйкан. Эта локация ему известна уже с прошлого года, как и старому претару, так и новому претару Буйкан. Им известна эта локация. В прошлом году начали ее закрывать по Букуреште, на Щусево. Поставили антипарковочные столбики. Вот здесь вот как пройти? Не представляется никакой возможности, но никак. Только выходить на проезжую часть. Еще раз смотрю, здесь ходят пешеходы, ходят мамы с детьми, пожилые люди. В общем, вот такая вот ситуация. Смогу ли я? Чуть меня не вшатал, дал веско задним ходом. Хотя в зеркало заднего вида они не смотрят. Хотел я здесь пройти? Блин, не получается. Надо обратно вылазить на проезжую часть. Хаос полный. Еще раз смотрюсь. Господин Претар Буйкан, я знаю, что вы знаете и смотрите мои видеоматериалы. Вам об этом говорят неоднократно. Когда вы уже закроете этот вопрос, вот бордюр уже уничтожен, он скоро сравняется с асфальтом, его вообще не будет видно. Ну, это тротуар, какой бы он ни был бы, тротуар есть. И я просто не представляю возможность здесь идти по тротуару, чтобы не выходить на проезжую часть. Ну, здесь прямо вот так вот. Что я могу сказать? Два, четыре, шесть, семь машин было девять. Две машины съехали. В общем, полный бардак. Когда уже вы, многоуважаемый Претар, установите здесь полусферы или антипарковочные столбики, для того, чтобы больше люди не ходили по проезжей части. И здесь вот такие вот недобросовестные автовладельцы не парковались. Потому что, ну, реально, жестяк полный. Просто жестяк. Вызову я сюда экипаж полиции. Вот видите, как троллейбус идет в притирку в машине проходил. Вот обратно, вот, мудила на ходу, дверь открывает и гавкает. Понимаете, какие у нас есть быдловодители? Вот именно быдловодители. Нормально я их не назову. Это вот только быдловодители себя так ведут. Имею что-то сказать, да подойди, поговорим, в чем проблема. Им не нравится, что я фиксирую и вызываю полицию. Но, пока мы с ним научились соблюдать правила дорожного движения и не ставить свои интересы выше безопасности людей, ну, буду вызывать полицию. Еще раз смотрю, здесь пройти невозможно. Только идти по проезжей части. А идти по проезжей части очень опасно, потому что большой поток машин. Ну, очень большой поток машин. Вроде бы суббота, выходной день, но поток большой. И очень опасно. Будем вызывать экипаж полиции. Постараюсь сейчас зафиксировать номера этих транспортных средств, чтобы было видно их. Вот еще раз повторюсь, вот как пешеходу идти, вот как. Только выходя на проезжую часть, и надо смотреть по сторонам, чтобы тебя машина как-то не ушатала. Потому что, еще раз повторюсь, очень опасно, очень опасно. Я взрослый мужик, и то иду с опаской, чтобы меня машина не сбила вот так вот, когда я иду по проезжей части, вместо того, чтобы идти по тротуару. Хаос полный. Полиция проезжает здесь по 20 раз на день и не реагирует. Потому что ждут, пока кто-то их вызовет. Вот такие вот дела. Вот идет пешеход. Идет по проезжей части. Как вы думаете, это нормально, когда пешеходы идут по проезжей части? Я думаю, что нет. А идут они только по тому причине, что вот здесь вот брошенные корыта. Ну, полицию мы вызвали. Спущусь. На Шефан-Челмаре, в церкви Святого Николая. Посмотрю, что там творится у нас. Есть ли там полиция или нет. Ну, что ж, я вновь появился здесь у БСМП. Экипаж полиции навел порядок. На тротуаре бульвара Шефана-Челмаре, возле церкви Святого Николая. Прошел час, здесь экипажа полиции нету. Но я только что звонил в службу 112, мне сказали, что экипаж уже сюда направляется. Такое, что-то мне, такое предчувствие, что сюда приедет экипаж полиции, который был на бульваре Штефана-Челмаре. Старый знакомый экипаж патрульной полиции. Одни нарушители отсюда съехали, другие переехали. В общем, вот такие вот дела. Ну, и двигаться по тротуару очень-таки опасно. Точнее, невозможно. А опасно двигаться по проезжей части, потому что, ну, тебя машина вынуждает двигаться по проезжей части. Ну, что ж, будем ожидать экипаж полиции. Надеюсь, что сейчас он появится здесь. О, там идет пешеход по проезжей части, девушка. Как вы думаете, нормально? Я думаю, что нет. А, это владелица транспортного средства. Сама двигалась по полосе движения, подвергая свою жизнь опасности. Ну, и подвергая жизни других пешеходов опасности. Потому что она вот так вот решила припарковаться здесь. Ну, а там вообще бусик, мерседес, смотрите, через сплошную прямо маневры такие. А почему бы и нет? Нам же так можно. Насрать что-то сплошная линия. Нам бы припарковаться. Или же нет. Да. Интересная ситуация вообще. У владельца вообще плевать на правила. Где вот этот экипаж полиции? А через сплошную нормально ездить мужчина. И на повороте парковаться. А, и увидел запись, идет и решил припарковаться, блин. Уехать. О, смотрите как. Вот еще одна нарушительница, которая тоже съезжает. Это что, тяжело больные? Вот здесь тоже. И сейчас будет заезжать на тротуар. В общем, начали появляться нарушители съезжать отсюда. Интересно, аварийка у него работает, да? Вот где же этот экипаж полиции? Уже больше часа прошло. Сказали, что едут. А где они едут, я так и не понял. Это чисто вот запись со стороны от того, что здесь творится. А, из-за того Мерседеса, буса, ничего не видно. О, смотрите, чуть не впечатались. Потому что бус там стоит на повороте. Обзор очень плохой. Да и машины стоят на тротуаре с нарушением. Вот идет пешеход, который вынужден идти по полосе движения, подвергая свою жизнь опасности. Только по той причине, что у нас многие водители думают, что раз здесь рядом нет парковок, то можно парковаться на тротуаре. И плевать на то, что пешеходы идут, подвергая свою жизнь опасности, по полосе движения. Вот такие вот дела. Что я могу сказать? И такое бывает. Каждый день здесь такое бывает. Еще характерно, полиция проедет здесь раз 20 на день и не обратит этого внимания. Что здесь именно такой бардак. Вот я смотрю, там идут молодые люди. И идут они по проезжей части. Только по той причине, что тротуар занят машинами. Ну вот как вы думаете, это нормально? Вот два молодых человека. Жизнь сорок у них начинается. И собьет их какой-то мудак, засмотревшись в телефон. Только по той причине, что они были вынуждены идти по проезжей части. Из-за так вот припаркованных машин. Ну и появился владелец какого-то транспортного средства. Я не успел вовремя включить камеру. Ну и смотрю, подъехал экипаж полиции. Спустя полтора часа после вызова. Этот экипаж был у меня ранее на бульваре Штифано-Челмаре 190 возле церкви Святого Николая. Ну и как раз водитель появился, который сейчас получит штрафной протокол за нарушение пункта 64. Ну и сотрудники полиции. Вот идет девушка, которая припарковалась на БМВ. Здесь забрала молодого человека, идут они назад. Им тоже будет оформлено штрафной протокол. Посмотрим, подойдет девушка к сотрудникам полиции или нет. А нет, это просто обычный пешеход шел рядом с нарушительницей. Ну и сотрудник полиции увидел мадам, которая села в БМВ, ну и подошли к ней, чтобы оформить ей штрафной протокол. Ну вот еще идут пешеходы или владельцы, какого-то транспортного средства, непонятно. Ну, скорее всего, что пешеходы. Вот видите, тут пешеходы, большой поток пешеходов и большой поток машин. Если днем еще видно водителям пешеходов, то в темное время здесь очень опасно, когда здесь все забито. Девушка нарушила пункт 69. Создает помехи для движения пешеходов, ну и перекрыла заезд на прилегающую территорию, который у нас уже давно здесь законсервирован. И девушка не согласна с этим. Да, интересно, что же она будет объяснять сотруднику полиции. Но здесь идти неудобно. И вот пешеход идет по проезжей части. А мадам, я думаю, не согласна. Вот видите, как пешеходы ходят, девушка. А еще не провоцируйте. А я не провоцирую. А, поняла, да. Я не провоцирую. Ох, не любят эти сотрудники полиции выполнять свои служебные обязанности, особенно когда их фиксируют. Не любят они этого дела. Ну, что поделать. Да, я был вынужден вот так вот здесь маневрировать. Ну и вот, очередной пешеход прошел здесь по проезжей части. Вот такие вот дела. Вот еще идет пешеход по проезжей части из-за так вот припаркованных машин. Видите? Зафиксировали, девушка? Все нормально. Кадр получился. Подучите правила Дорожного движения Республики Молдова, в особенности пункт 69. А вы поставите парковочные логи-абонницы? Ну, если у вас проблемы с парковками, идете к претеру района, к примару города, к дирекции транспорта и требуете парковки. У меня с парковками проблем нету. Я всегда найду, где припарковаться. На. Приехали гости с Украины и указывают, что мне делать. Хотя и наши граждане тоже указывают мне, что делать порой. Сотрудник полиции пошел, он накапливает мадам со штрафным протоколом. И вот идет женщина с двумя детьми. Да? И женщина будет идти по проезжей части. Но дети решают вот так вот тереться через этот Митсубиси. Ну, а другой ребенок этого не захотел делать и идет по полосе движения. Видите, дети? Ну, сейчас укажем, там появился водитель. Там водитель появился, только что. А вы почему сегодня не на работе, женщина? Сегодня суббота, у меня выходной. Представляете, да, законы. Вон водитель сезжает, видите? Вот, сезжает. Дает задним ходом. По прицелу? Я не по форме и не имею таких полномочий, а это вы имеете право делать. Вот видите, дети, один ребенок терся через машины и забор, а другой шел по проезжей части. Я вам не мешаю выполнять ваши служебные обязанности, полицейские. Я делаю комментарий к видео. Недовольны эти сотрудники полиции, что их фиксируют. девушка решила скрыться, но не получилось. Да, проблема в БСМП. Оп, идет доктор. Эксина приехал кого-то спасать. Мадам тоже доктор. Это что, приехали экстренно кого-то спасать? Я думаю, что нет. Ну, а девушка на БМВ съехала со штрафным протоколом. Ну, и сотрудники полиции сейчас убирают машину с полосы движения. Ай-яй-яй. Тем более, на территории БСМП врачам разрешают парковаться. Но почему-то они избирают тротуар. Яхта и стоя. это мужу засунешь в очко, дура. Извиняюсь за это выражение. А вот идет знакомый врач-травматолог, который лез в драку. И вон его машина Ниссан. Да? Вот он сейчас садится в нее. Которые сотрудники полиции первого участка от комиссариата полиции Буйкан сказали, что мы не увидели нарушения его действия, когда он меня давил машину и лез в драку и позвал еще охрану с территории БСМП, чтобы меня убрать с тротуара. Вот результат бездействия дирекции БСМП, дирекции транспорта, но и примара города, как и приятар Буйкан. Вот результат. Вот люди идут по проезжей части. Никому машины не мешают, просто люди по проезжей части бегают. Вот вам пример. Пупки умер спиндром. Пупки. Так для вас ценить слова между обогащей. Почему вы обращались? Обращались неоднократно. И директор БСМП знает об этом. Знает прекрасно. Он знает. Вот видите Ниссан стоит. Вот этот в прошлом году врач травматолог лез драку давил меня на тротуаре. Вы думаете, что директор БСМП этого не знает? Знает все прекрасно. Ему просто наплевать на это все. Пока здесь обратно какой-то инцидент не произойдет. Пока кого-то не собьют. Ну. Есть парковки. Я понимаю, когда тяжело больной, но заедьте, пропускают их. Почему не пускают? А от этого должны страдать уже пешеходы, что ли? Ходить по проезжей части? Но это тоже не решение. Я бы понял, если бы встали вдоль проезжей части, не мешали бы пешеходам. Я бы это понял. Я бы не обратил внимания на эти машины, если бы не стояли вдоль проезжей части. Тротуар свободный, люди ходят свободно. Но здесь же этого нет. Вот смотрите, как Рено припарковалось. Там что, пройдет кто-то? Да они все мешают, потому что стоят на тротуаре. Ну что приехал первый эвакуатор, будут забирать Рено. Сотрудники полиции хотели связаться с данным владельцем, но у него какой-то странный номер на лобовом стекле под дворником. Я не знаю, что это за номер, но у него 10 цифр. 20 03 37 и 4. Я не знаю, что это за номер и зачем там четверка. 069 200 3000 374. Интересный номер телефона. И вот сотрудники полиции по нему хотели связаться, но у нас таких номеров нет. У нас 9 цифр, но никак не 10. И машина будет эвакуирована. Если вы уже пишете номер мобильной связи и ставите его на лобовое стекло либо под лобовое стекло, убедитесь, что номер мобильной связи был написан точно. Вот такие его дела. Вот еще идет пешеход. И он сейчас будет вынужден обходить эвакуатор, что очень опасно. Вот видите, как он терся об эту дачу. А почему он терся? Потому что она перекрыла ему проход прямой с тротуара на тротуар при заезде сюда на прилегающую территорию, который законсервирован уже. и притор обойка ничего не предпринимает по этому поводу, что здесь были антипарковочные столбики. антипарковные обойка и антипарковные Они делали видеофиксацию, объяснение охраны, почему их не пускают довезти до приемного отделения тяжело больного. И это выставляет в интернет ресурсы. Может тогда директор БСМП пошевелится и даст распоряжение, чтобы пропускали тех, кто привозит сюда тяжело больных. Будет еще один эвакуатор, будет три эвакуатора. Вот как слышал я сейчас от сотрудника полиции, будет еще один эвакуатор. Продолжение следует... Ну и проход освободился здесь, на тротуаре. Ну а остается только здесь вот машина вот так вот, из-за которых надо выходить на проезжую часть и Toyota. Рено на платформе эвакуатора. Сейчас эвакуатор будет съезжать отсюда с нарушением. Это вообще Рено прямо в забор въехало. И люди шли по проезжей части. Как и здесь тоже. Тротуар, вот вам удобно по проезжей части этих, да? Нет, да. Очень опасно могут сбить. Если тем еще видно друг друга, то в темное время суток могут избить пешехода. Че, там нет машина? Ну, 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 и пиетон. Пиетон постряга. А мы сплати, дитриколы. Ну капец? А мы да, да, и на интинг камера грео. Этот универсал боковой, он не поднимет так машину. Я понял. А вот стоят, хоть коллеги. Нет, ну, знаете, если бы вот так бы стояли машины, еще можно ходить. Но когда прямо в забор въезжают, и ты идешь по проезжей части, я еще взрослый, я как-то, а когда дети ходят? Женщины с детьми, инвалиды. Машин много еще. Да, машин много проблем. Вот смотрите, есть улица Сергея Лозо, вот стадион Динамо и дирекция транспорта. А, ну вот это плохо. Вот на 31 августа есть карманы. Вот здесь на Щуйсево есть парковочные карманы. Здесь в Клевка, в последний раз был здесь на машин сейчас. Да, у нас проблема с парковками. Ну и машин стало больше. А так вот есть Сергея Лозо там, Щуйсево. На 31 августа есть парковочные карманы. А, я там поставил, да. Да, здесь проблема с парковками. Раньше, если пускали сюда на территорию с тяжело больными, то сейчас почему-то, я не знаю, перестали пускать. Хотя человек привозит тяжело больного. Да, да. Я говорю, я сто с 7 километров ехал сюда привез больного. Сейчас же. Что? Ну, пока припад там. Ну, видите, вы нашли где припарковаться. Да, да, я уже пускать спросил у него. А другие даже не ищут. Он просто увидел здесь свободный тротуар и въехал, и все. Вот вы как водить, думаете, нормально, вот когда тротуар занят, и пешеходы идут по прорезу? Я, 40 лет за ручей езжу. Это ненормально. Я говорю, вот там написано, не парковать. Вот вышел, я говорю, можно вас оставить там на время? Если что, я там оставил телефон, я все. Ну, видите, там. Ну, видите, человек оказался нормальным. И вы тем более искали, где припарковаться без нарушения. А другие этого не делают. Они просто внах. А другие этого не делают. Они просто увидели. А, свободный тротуар взял, бросил и пошел дальше. У меня дочка живет здесь. Она говорит, я там приеду сейчас подъехать. Чтит там. Ну, а так, во всяком случае, вот Сергей Лозо. Стадион Динамо, Дирекция Транса. Там парковочные карманы. Если у нее нету там ничего такого, она может вам оставить машину. Это пять минут пешочком сюда идти. До больницы пять минут пешком. Ну, видите, вы искали и нашли выход из положения, где припарковаться, не нарушая правила. Другие этого не делают. Вам хорошего дня. Вот такой вот был у нас диалог с владельцем, который приехал с юга страны. Привез сюда жену. И вот он нашел, где припарковаться. Нашел. Ну, а в этот момент у нас Дастер будет мчаться в Трушене. Так, у Венит, вот и так. Ну, ну, я вот тут. О, Дус, Фимея. Воспитал. Картуренову? Ну, 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 мы сейчас говорим, что он. Все, что он, да, он говорит, он говорит, что он черт, там, говорит, он здесь слез. Машина Флэринкалкаре. Да, да, у Дусу Циланфитал. Флэринкалкаре? Да, Ларинод, да. Ластану. Там Путашек. Да. Если найти, где припарковаться, там всегда припаркуешься. Ну, что ж, у экипажа полиции срочный вызов. Данные машины они зафиксировали, ну, и передали по базе данных другому экипажу полиции, чтобы они сюда приехали, и если не найдут владельцев, данные машины были эвакуированы. Ну, экипаж полиции едет на вызов срочно, потому что они находятся рядом. Ну, а сюда уже приедет другой экипаж полиции, тем более у них сейчас начнется пересменка. То есть экипаж с пяти утра на смене, и у них скоро будет пересменка. Вот такие вот дела. На этом я буду заканчивать рейд. Всем пока и до новых встреч.